Здарова! С вами настольный Сюр, и это обзор Брюса Ли в рамках Unmatched. Многие из вас просили, возможно не многие, а кто-то один, но много-много-много раз, чтобы я обозрел те коробочки, которых не будет на русском. И я немножечко сдался, и потому мы сегодня здесь. Посмотрю по просмотрам, по вашей активности, как вам вообще нужно, это не нужно. Ну, короче, посмотрим. И вначале я хотел бы поблагодарить того или тех, кто сделал модуль Unmatched в тейблтопе на русском. Потому что именно там я нашел карточки в хорошем качестве, так еще и на русском языке. На неофициальном русском языке. И я сегодня буду использовать их карточки. Ребята, если вы это смотрите, спасибо вам большое. Без вас бы этого ролика могло бы и не быть. Ну, или скорее он был бы, но в более плохеньком качестве. Спасибо еще раз. А теперь давайте к карточкам. Итак, посмотрим на самого Брюса Ли. У него 14 хп, третья скорость, наконец-то. И способность, позволяющая ему отходить после боя на одну клетку. И вообще, характеристики у него интересны. Смотрите, 14 хп. Это очень мало. У нас не так много персонажей, у кого там меньше 15. Но у них есть, как правило, какие-то способы полечиться, как-то защититься. Да, у нас есть Алиса. Но у нее есть встроенная защита одна, если она в маленькой форме. У Брюса Ли же нет ничего такого. Поэтому его хп, это в некотором роде его таймер нахождения на столе. Вам за Брюса нужно очень быстро уничтожить оппонента, чтобы он не сделал этого с вами. Для этого у нас есть два хороших показателя. Это скорость, третья. Третья со времен базовой коробки мы давненько не видели. И три, это прям волшебно. И вторая обилка, на самом деле, очень сильная, позволяющая вам отходить на одну клетку после боя. Чем это хорошо? Во-первых, если вы сражаетесь с противником, у которого атаки по большей части в ближнем бою, то вы обязываете его в следующий ход потратить один маневр, чтобы он до вас дошел, а потом, чтобы ударил. Поэтому вы очень и очень редко будете получать две атаки в лицо. Опять-таки, если это был стрелок, то вы можете уйти из вашей зоны в соседнюю, так, чтобы и стрелку пришлось бы обходить, подходить и опять-таки использовать маневр, чтобы вы опять-таки получали меньше повреждений. Потому характеристики у него хорошие. Ну, кроме ХП. И еще у него нету помощника, который как бы мог бы впитывать часть урона. У него чисто 14 ХП на всего персонажа. Маловато, но у него есть опции, как вас быстренько уничтожить. Но об этом далее. Начнем с универсальных карт и старые наши добрые знакомые. Передышка, позволяющая добрать одну или две карты. Ну, и чаще всего все-таки одну. И забегая вперед, Брюс Ли очень любит, когда у него много карт на руке, и он может их разыграть большое, огромное, я бы сказал, количество. Потому добор для него крайне важен. Первая защита, конечно, маленькая, но добор того стоит. Как бы можно использовать. У Брюса, как и у многих персонажей, есть своя уловка. Да, наша любимая отмена, которая работает хорошо и в атаке, и в защите. В случае Брюса чаще всего вы будете использовать все-таки в защите. Потому что атаковать ему есть чем, а вот защищаться не так, чтобы много. Ну и плюс, отмена какой-нибудь подлой способности в атаке всегда приятнее, на мой взгляд. У Ли также есть и стычка. Четыре в атаке, четыре в защите, отличные характеристики. Плюс в конце боя можно оттолкнуть или себя на две клетки, или противника. Учитывая нашу базовую способность, пассивную, по уходу на одну клетку, это прям хорошо. Но я бы рекомендовал в 90 случаях из 100 использовать за него это как защиту. Потому что с защитой у Ли все не очень хорошо, повторюсь. И в атаку там есть что показать, а вот с защитой не густо. Потому это скорее защитная карта для Брюса. Предпоследняя универсальная карта и последняя из уже нами знакомых. Это переломный момент. То есть если Брюс начинал свой ход в другой клетке, то значение этой карты становится не 3-3, а 5-5. И вот ее мы используем в атаке. Потому что у Брюса, забегая вперед, есть опция переместиться на другую клетку, помимо маневра. И мы можем стабильно наносить 5 урона вообще в легкую. А то и больше. Но об этом дальше. И последняя универсальная карта, маленький дракон. Маленький дракон, если что, это отсылка к имени Брюса Ли. Под этим именем в Америке он и стал впервые известен. У него там вообще целая куча имен была в процессе жизни. Но у нас сегодня не документалка по Брюсу Ли. Если что, на ютубе тоже их хватает. Так вот, эта карта 2 в атаке, 2 в защите. И если это последняя карта, она становится 6-6, а не 2-2. И после боя вы добираете 2 карты. И вот вы смотрите на эту карту, и, наверное, вы думаете, что это огонь. Но есть нюанс. Во-первых, как я уже говорил, Брюс очень любит большую руку. Он любит, когда у него много карт на руке. И вот ситуации, чтобы использовать эту карту на максимум, вы стараетесь не допускать. В принципе. Потому она очень редко работает. И во-вторых, что тоже важно, если вы, играя за Брюса, имеете одну карту на руке, ваш оппонент, скорее всего, знает, что это маленький дракон. Ну, или он пытается играть от того, что это маленький дракон. И когда вы в него влетаете, он с большой долей вероятности, если, конечно, у него есть на руке, использует уловку. И вы в итоге нанесете 0 урона и ничего не сделаете. Ни 6 в атаке, ни добора карт. Потому используем эту карту, как какую-нибудь обычную атаку, чтобы добрать 2 карты. Вполне приятно, полезно. Да, вы, скорее всего, вообще не нанесете урона. Но при этом вы доберете 2 карты. Что хорошо. Поэтому рассчитывать на нее, как на шестерку, я бы, скорее, не стал вообще в процессе всей партии. Иногда, наверное, сработает, но очень редко. И, скорее, против новичков. Теперь, наверное, стоит поговорить про карты атаки нашего Брюса Ли. Дело в том, что он в этом плане похож чем-то на Синбада. У Синбада были карты путешествий, которые, в принципе, были похожими картами, но с разными свойствами, но с одной общей идеей. Здесь то же самое, но карты Джит Кундо. Джит Кундо, если что, это не то чтобы боевой стиль, это, скорее, метод применения каких-то вот философских взглядов на боевые искусства Брюса Ли, которые он исповедовал, проповедовал. То есть, в базе его, Джит Кундо, лежит, по-моему, ушу, тэквондо, бокс и что-то еще. То есть, это некая такая связь философии, жизненного подхода и боевых искусств, конечно же. Ну ладно, не будем вдаваться в полемику сути Джит Кундо. Но в рамках игры это шесть уникальных карт, которые имеют общую какую-то тему, как путешествия, но немного отличаются. У них у всех три в атаке и дополнительное свойство, что после боя вы получаете дополнительное действие. Да, вы правильно поняли. И Брюс может вообще выдать огромное количество действий за один ход. И это может быть очень круто. Но давайте по порядку. Про все карты. Хук снизу. Это вот как раз таки то, что я говорил, что нам понадобится для переломного момента. Вы меняетесь с оппонентом местами и наносите ему свои три урона. Но тут есть нюанс. Если вы поменялись местами с оппонентом, и у него тоже есть переломный момент, у него он тоже может стригериться. Потому что переломный момент это универсальная карта, и ее свойства работают и в защите. Потому вы тут можете как бы попасть на такой вот неприятный ответ. Вы сами помогли оппоненту стригерить свойства карты. Забавно и необычно. Но если у оппонента нету переломного момента, а у вас есть, то вы в шоколаде. Верхний прямой удар. Чем-то похоже на переломный момент, но работает немного иначе. Здесь оно срабатывает, тоже меняет три в атаке на пять в атаке, если кто-то из участников боя в начале хода был на другой клетке. И здесь уже прослеживается синергия с предыдущей картой. Сделали хук снизу, поменялись местами, сделали верхний удар, нанесли пять урона. Клево? Клево. И еще получили дополнительное действие. Штопор пальцами. После боя вы наносите один урон и получаете еще одно действие. Ну, один урон тому, с кем вы участвовали в бою. Ну, в принципе, приятно. Вода камень точит, и по одному урону, который нельзя отменить, вполне можно наносить. А если вы бились с одновундовыми помощниками, то здесь вообще все хорошо. Это даже если какая-нибудь гарпия полностью защитилась, она все равно умрет после боя. Если не отойдет. Нижний боковой удар ногой. Противник сбрасывает одну случайную карту. Ну, сброс случайной карты это всегда эмоции. И всегда приятные эмоции для вас. И не очень приятные для вашего оппонента. Потому что вы всегда можете сбросить форму волка, экскалибур, бревно. Вот эти вот все ультовые крутые карты. Да даже если и не крутую карту, то сбросить любую карту и немного истощить руку оппонента все равно всегда приятное. Да, здесь не получится там какое-нибудь усиление с этого заиметь. Ну, чё бы нет. Ну, норм карта может подарить приятные эмоции в процессе. И плюс одно дополнительное действие. Опережающий кулак. Вы отменяете все эффекты карты оппонента. В принципе, в игре много всякого противного на картах защиты. И отменить это... Всегда хорошо. Да, уловка сработает раньше и отменит это свойство. Но вы все равно нанесете один урон против уловки. И последняя карта Джит Кун До. Это захват запястья. Вы в конце добираете одну руку. Это хорошо. Это приятно. И если вы доберете еще одну Джит Кундошную карту, это будет суперски. Вы сможете продолжить свое боевое шествие. И вот сейчас вы, наверное, подумаете. Блин, это как-то имбануто звучит. Вы берете, собираете золотой сет, да, Голдфиш всех этих шести карт. И просто забиваете противника кулаками в землю. Потому что у него, скорее всего, не будет столько защиты против всей этой своры за одну активацию, за одну атаку. И да, это звучит круто. И это может сыграть. Но только при том условии, что у оппонента нет уловки. Или другой отмены, которая есть там у некоторых персонажей. Потому что стоит вам словить отмену, ваша комбо летит к чертям. Потому что ваше свойство по дополнительному действию перестает работать. И ваша комбинация ломается. Потому я бы рекомендовал закладываться на 2-3 атаки. И разбавлять ее какими-нибудь универсальными картами. Например, хук снизу. Потом какой-нибудь штопор пальцами. Потом внезапно переломный момент, когда оппонент его не ожидает и думает, что вы будете дальше комбо прокручивать. Он может использовать уловку. Да, вы не получите и не нанесете 5 урона. Вы нанесете 3. Но ваша комбинация будет как бы завершена. И вы вполне себе реализуете то, что хотели. Потому я рекомендую не спешить. Не использовать все свои джеткундошные карты, которые там могли к вам на руку прийти. И потихонечку по 2-3 атаки за одну комбинацию. Получилось. Можно попробовать дальше развить. Но всегда держите в голове, что у оппонента могут быть отмены. А теперь единственная защитная карта. Быть как вода. 3 защиты. Что хорошо. Хороший показатель защиты. И вы после боя можете взять любую карту джеткундо из вашего сброса. И таких карт у вас аж 4. Это здоровская карта. Единственное, что не очень хорошо, когда она или там даже парочка ее версий приходит вам на руку еще до джеткундошных карт и вас начинают бить. И вы вроде хотите защититься, но все-таки хотите реализовать весь потенциал. И все-таки найти какие-то первые джеткундошные карты, разыграть их и потом вернуть на руку. Но если вы успешно сделали там парочку комбинаций с джеткундо, и потом вам пришли карты на защиту, вы их вернули и можете снова там по 5 урона и больше наносить, тогда все будет суперски. Мне кажется, 4 карты в колоде перебор. И я бы хотел, например, 3. А на какие-нибудь клевые приемы, чтобы добавили карты. Но что имеем, то имеем. Ха, я вас подловил, но не специально, извините. Есть еще одна защитная карта, вкус крови. Три в защите, что в принципе хорошо. И свойства. После боя, если у вас осталось 5 хп или меньше, то возьмите еще три карты. И она напоминает чем-то карту, что была у Артура, которая говорила, если у него осталось, по-моему, меньше 4 хп, то выхилите его до 8. Но ее было легче сделать, потому что там защита была единичка. Здесь же, имея защиту тройку, очень тяжело подгадать ситуацию, когда у вас все сработает. Да, например, у вас 6 или 7 хп. И вас бьют, вы играете эту карту в защиту, а у оппонента атака там 2 или 3. И вы ничего не получаете. Потому, наверное, идеальный момент, когда ее можно использовать, когда у вас ровно 5 хп. То есть, если вам что-нибудь нанесут и не убьют, то вы получите три карты. Если вы полностью заблокируете всю атаку, то у вас по-прежнему 5 или меньше хп, и вы по-прежнему берете 3 карты. То есть, ну, не самая мастхевная карта, не самая имбанутая. И ситуация, когда она может разыграться и стригериться, ну, не всегда будет за столом. Но если сработает, всегда приятно добрать такое количество карт. Ну, и карта всего лишь одна в колоде, что тоже не очень приятно. Ну, такая средненькая, но если сработать будет огонь. Иди сюда! Отличный прием, но, к сожалению, только один в колоде. Вот его бы я как раз-таки, например, и хотел бы в количестве двух иметь. Что делает? Вы берете противника в вашей зоне и телепортируете его к себе. И начинаете его избивать. Потому что вы снова получаете одно дополнительное действие. По сути, вы бесплатно телепортируете противника из той же зоны к себе. Во! Чем во? Смотрите, вы ближний бойный боец. От вас какой-нибудь, там, не знаю, король Артур Бигфут отошел. Вы их телепортнули к себе и начали жестоко избивать. Избили в конце хода, отошли. И он в свой ход, опять-таки, должен к вам идти и только одну атаку по вам проводить. Это очень неприятно. Ну, для оппонента, для вас это вообще вкусно. Плюс вы стрелков, которые, как правило, всегда в вашей зоне. Ибо они могут стрелять только в вашей зоне, находясь в вашей зоне. Вы можете их приманить к себе. А если вы, например, находились на краешке зоны, вы приманили к себе. Ударили ему по щам, отошли. И вот вы, а, в другой зоне, и, б, ну, дальше от рукопашки. И даже стрелку приходится к вам подходить или отходить или обходить как-нибудь, чтобы нанести вам урон. Короче, великолепный прием. По сути, бесплатная телепортация какого-нибудь далеко убежавшего оппонента. Просто используйте, и будет вам счастье. Следующий прием тоже в одном экземпляре. КИА! Вы просто забираете из броса джиткундошную карту и делаете действие. По сути, вы бесплатно забираете из броса крутую карту, какой-нибудь прямой удар в голову, да, у нас, который может нанести 5 урона. Вы, точнее, сначала наносите 5 урона, играете КИА, забираете ее обратно и снова наносите 5 урона. Или больше. Об этом дальше. Короче, КИА клевая карта, но, опять-таки, жалко, что только одна. Однодюймовый удар. Однодюймовый, как правильно. Короче, это аннигиляция, когда вас окружили одновундовые и даже двухвундовые противники. Если вас, да, окружили гарпии, разбойники, вас окружили лучницы, ененги из второго тома, то вы играете эту карту, наносите 2 урона и возвращаете эту карту, если противник умер. Снова играете и убиваете следующего противника. Да, она, к сожалению, не дает дополнительных действий. Но просто так, убить 2 гарпии, убить 2 разбойников, убить кого-нибудь еще. Ну, на худой конец можно просто нанести 2 урона противнику в ближнем бою, который он не может заблокировать. О да, вот такое вот ужасное развитие событий. Какая плохая-плохая карта. Это, если что, сарказм был. Короче, отличная карта против противников, у которых есть одна или двухвундовые помощники. Неплохая карта против всех остальных. Плюс там есть еще третье усиление и можно на 6 клеток в свой ход, если что, убежать. Тоже бывает полезно. Ну и карта, которую я все это время подводил. Нунчаки. Это прием, который вы разыгрываете и получаете плюс 1 урона ко всем последующим атакам. Плюс вы получаете дополнительное действие. Плюс этих карт в колоде 2. И если у вас на руке много джиткундошных карт, у вас есть одни или две нунчаки, двое нунчаков. Короче, русский сегодня не моя сильная сторона. Короче, две такие карты. Плюс 2 урона. И вот ваши удары в голову наносят уже по 7. А вы еще можете вернуть. И еще по 7. И доп действия, доп действия, доп действия. В идеале вы можете какую-то тонну урона внести. Главное не забывать о том, что у оппонента есть отмены. Могут вполне себе быть. А если вы играете против Брюса Ли, держите при себе отмены. Они вам пригодятся. Великолепная карточка. Можно играть в комбинации сразу две, если вам повезло. Можно играть по одной. Учитывая кумулятивный эффект его ударов, которые просто шквалом сыпятся на оппонента. Плюс один за каждый удар будет ощутим. Поверьте мне. Отличная карта. Ее бы хотел вообще, чтобы 5 в колоде. Но губа не дура. ГЗМ-ку я себе уже заказал. Как итог, Брюс Ли очень отличный персонаж. Очень интересный персонаж. За него интересно играть. Против него интересно играть. Им интересно играть как и в соло, так и 2 на 2. Его вот джеткундошная техника позволяет просто тонны урона внести. Позволяет множество атак совершить. Но, опять-таки, он местами очень предсказуем. Если у него осталась одна карта, то это, вероятно, маленький дракон. Если у него в районе 5 хп и он защищается, то, вероятно, там защита 3 стоит. Поэтому будьте готовы к этому. Если он собрал много карт на руке и ехидно смотрит на вас, вероятно, у него нунчаки и джеткундо в количестве. Потому, опять-таки, ищите свои отмены. Но, будучи Брюсом Ли, избегайте отмены. Старайтесь играть от того, что у оппонента всегда есть отмена. И вот потому особо не зазнавайтесь и особо не заигрывайтесь. Что клево, нунчаки невозможно отменить. Например, да, вышеупомянутые. И вы сыграете нунчаки, нанесете первый джеткундошный удар. И оппонент, отменив его, все равно получит 2 урона по лицу. Потому что он отменит вам все свойства. И защита 2. Но ваша пассивная плюс 1 к урону от нунчак все равно будет работать. И ваш джеткундо нанесет 4 урона, как минимум. Ну, если отменит, то нанесет 4 урона. 2 отменит, и вот эти 2 вы все равно получите. Ну, нанесете, точнее. Получит оппонент. Короче, вот такой вот персонаж. С плюсами, с минусами. Да, плюсы, повторюсь. Большой урон. Интересный геймплей. Быстрый. Минусы. Плохая защита. Мало хп. И местами очень предсказуемый. И наказывается героями с отменой. Но если у героев нет отмены, то это прям сказка. И на сегодня у меня все. Спасибо, что посмотрели. Спасибо, что подписались на канал. Спасибо, что написали комментарий. Стоит ли мне делать подобные обзоры. Ну, мои обычные обзоры на вот персонажей, что не будут на русском. Там Баффи. Там Джурасик Парк. Там Дэдпул. Вот это вот все. Интересен вам мой бубнеж? Или все-таки неинтересно без вариаций попробовать это вживую? Короче, пишите. Жду вашу реакцию. И от этого будем исходить. А пока не скучайте. Не болейте. Играйте сами. Играйте с нами. Пока-пока. И да. На вот Бусти заходите. Бусти это благо. Бусти. Это хорошо. Спасибо парня, что поддерживает меня. Наверное, там уже даже девушки есть, что поддерживают меня. Девушкам отдельная благодарность. Пока без упоминаний в титре. В титре. В одной титре. Да. Русский. Несильная моя сторона сегодня. Но что поделать. Персонаж у нас сегодня был частично азиатский. Потому простительно. Все. Надеюсь, патроны доползли. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...